Книга – это по-любому интеллектуальный труд. Я сейчас имею в виду не себя как писателя, а человека, который открывает книгу и читает. Потому что, в принципе, всё, что нас окружает – это эмоции. И деньги, любовь – это эмоции. Человек, когда открывает книгу, он ищет там эмоции, он ищет там свой путь. И вот я ему даю этот путь. То есть, во всех случаях искусства есть закодированные посылы для людей. Возьмите Дюма «Три мушкетёра». Книга учит дружбе, любви, правильно? Чести. Точно такие же посылы есть и в моей книге. И я думаю, читателю будет интересно это всё увидеть, прочитать и понять то, что я хотел сказать своей книгой. Потому что это не просто рассказ, а это роман в трёх частях. Вторая часть уже почти дописана. И она тоже в конце года будет выходить всем желающим. Хочу сказать, что это будет очень интересно. Так что покупайте, читайте. Почему название такое «Запасной выход»? Часто ли в жизни вам приходилось самому искать запасной выход из той или иной ситуации? Очень хороший вопрос. Я не ожидал его услышать. Мы все ищем в жизни запасной выход. Каждый из нас его находит каждый день. Просто всё дело в том, какой смысл ты вкладываешь в это название. В данном случае запасной выход – это стиль жизни главного героя, у которого всегда есть запасной выход. Он в принципе по динамике своей жизни и является запасным выходом для себя и для всех остальных. Это мужчина, которого, наверное, хотят видеть рядом с собой большинство женщин. Это мужчина, который не предаёт, который любит по-настоящему, который дружит по-настоящему, который не говорит на белое-чёрное, на чёрное-белое, для которого всё ясно в жизни, с которым легко, удобно, комфортно и надёжно. Это книга-комикс. И вообще мы создали с нашей командой книгу, которой ещё, мне кажется, не было в России, во всяком случае, в Ростовской области 100%. Мы сделали книгу-комикс, но мы не делали акцент именно на комиксы. Тут, как бы, повторюсь своей фразой. Когда человек открывает книгу, он открывает её для того, чтобы у него были эмоции. И она оформлена так, чтобы эмоции у него начинались с того момента, как он возьмёт её в руки. После того, как он берёт её в руки, ему хочется её подержать, просто погладить, потом открыть, посмотреть иллюстрации, прочесть. То есть до самого момента мы постарались сделать её такой, чтобы человек, вот знаете, как на одном дыхании просто переживал всё это. И я думаю, у нас это получилось. Где можно приобрести именно не аудио, не электронный носитель? Потому что я, как человек читающий, я уже, то есть ты взял книгу в руки и всё. И это как путеводитель с главным героем, как такой вот некий проводник. То есть для меня важен запах страниц. Вот все эти ощущения, которые, в принципе, создаёт только настоящая книга. Где можно купить именно книгу вашу? Вы знаете, вот я тоже заметил, любой человек, который берёт её в руки, он сразу начинает нюхать страницы. Это так классно, мне это так нравится. У книги есть своя страница в Инстаграм. Вот, книга продаётся сейчас на Озоне, и в конце этой недели она будет продаваться в цифровом формате. На следующей неделе над ней закончат работу в аудио формате, и она уже будет продаваться во всех форматах, и я спокойно займусь второй частью. Здесь нужно просто читать, ловить эмоции и учиться. Скорее всего, как один человек сказал, эта книга-учебник, но может быть я с ним соглашусь, если говорить о жизни. Учебник жизни? Да, может быть, да, потому что... Потому что всё равно я считаю неправильным захват захват нашего внимания гаджетами, и лучше пусть это будут бумажные носители, пусть лучше люди смотрят Третьяковской галереи в книгах, чем в телефонах.